Друзья, всем привет! Меня зовут Алексей Храмов и ко мне сегодня попала в руки вот такая вот замечательная коробочка. Внутри этой коробочки находится пергуссионный сэмплер под названием NUX DP2000. Посмотрим, что находится у нас внутри. Вообще коробка у нас выглядит таким образом, что все уже максимально понятно, то есть все прекрасно видно, все входы-выходы, что он из себя представляет и так далее. Так, открывая его, что мы видим в первую очередь. Первое, что нам бросается в глаза, это сумка. Сумка сшита максимально качественно, как будто шили для себя. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Что мы здесь наблюдаем? Вот в этой упаковке само собой сэмплер. Производитель позаботился сразу же и вот такие вот палочки нам положил. NUX Digital Drum 5A. Такой вот калибр. По всей видимости, они кленовые. Очень легенькие. Далее, вот такая вот площадка. Она крепится, я так понимаю, на нижнюю часть сэмплера. Закручивается специальными винтиками. Такая конструкция крепится на стойку или на раму. Она нам сегодня не понадобится, потому что стойки у меня нет. Далее блок питания и, конечно же, вот такой пакет. В пакете у нас есть провод Jack-Jack для подключения нашего сэмплера. Инструкция, между прочим, на русском языке. Максимально, чтобы все было понятно. Можно ее почитать. Не ленитесь читать. Очень много полезной информации, которая поможет быстро разобраться с продукцией компании NUX. Также есть какая-то карточка и наклейка. И самое-самый гвоздь программы это NUX NBT1 Bluetooth MIDI-адаптер. С помощью этого адаптера мы можем включать музыку через сэмплер. Можем записывать MIDI-дорожки. Через GarageBank подключиться к ноутбуку или к телефону даже по Bluetooth. И что-то даже записывать. Разъем Type-C. Что ж, самое главное, о чем стоит поговорить, это о том, для чего создан этот сэмплер и можно ли загрузить туда свои сэмплы, заранее записанные или трудом собранные. Какую-то коллекцию, например, сэмплов. Да, это сделать можно. Сейчас мы этим и займемся. В первую очередь, чтобы загрузить сэмплы, нам необходима флешка. Флешка нам нужна примерно вот такая, чтобы был разъем Type-C. Через всякие переходники, хабы и так далее эта история не сработает. То есть обязательно нужна флешка на разъеме Type-C. Начнем. Итак, друзья, чтобы нам загрузить свои сэмплы. Что нам нужно сделать? В первую очередь, нам нужно отформатировать флешку до формата FAT32 либо FAT16. Таковы требования нашего сэмплера. Далее, нам нужно обязательно создать вот такую папку, которая будет называться WAV-IMPORT. Обязательно обратите внимание, что названа папка заглавными буквами. Это очень важно. Иначе, если какая-то у нас ошибка, что-то мы не так назвали, что-то мы маленькими буквами сделали и так далее, уже эта история не прокатит. Нужно обязательно по инструкции все делать. Создали папку WAV-IMPORT и далее переходим в какую-нибудь программу, которая наши сэмплы и нарежет. Я использую программу Ableton Live. Считаю, что эта программа для меня самая удобная, самая комфортная и самая легкая в обучении. Хочу я взять снейр, допустим. Рэперский вот такой вот кислотный снейр. Очень люблю, очень нравится, очень люблю использовать его на концертах. Хочу играть его на концертах. Перетаскиваем его сюда, на дорожку. И видите, какой он у нас длинный. Обратите внимание. Такой вот длинный сэмпл. Мы видим, что он уже у нас, к примеру, не влазит в эти 20 секунд. То есть, у нас проиграется вот эта история. Именно вот эта. А остальное у нас будет на холостом ходу проигрываться и занимать работу нашего сэмплера. Нам нужно его просто таким образом срезать. Можно даже при желании покороче. В общем, чтобы проигрывался вот такой вот маленький кусочек, он будет проигрываться, как видите, меньше секунды. Далее. Мы будем выгружать этот сэмпл в формате WAV. 16 бит. Частота дискретизации 44100. Самый такой достаточно банальный, стандартный формат для сэмплов. Обычно и на других сэмплерах. Абсолютно такой же формат. Обратите внимание, что нужно назвать сэмпл именно английскими буквами. Это очень важно. Не китайскими, не арабскими, не русскими, а именно английскими. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вернемся к нашему сэмплеру, друзья. Я все подключил, все вроде как работает. Все у нас вот такими красивыми цветами горит. Кстати, когда мы ударяем по пэдам, они тоже у нас подсвечиваются, загораются. Вот эти вот отверстия в каждом пэде. Мы подключили флешку. Как нам загрузить дальше сэмпла? Все очень просто. Мы нажимаем кнопку меню, листаем до конца, папка вов файл. Нажимаем на нее. И здесь у нас варианты. Либо мы можем отдельный какой-либо файл импортировать внутрь нашего сэмплера. Либо мы можем всю папку вов файл закинуть одним движением. Я, собственно, так и сделаю. Нажимаю. Он у нас спрашивает, действительно мы хотим закинуть всю папку сэмплов. Нажимаем окей. Все готово. Все закинулось. Галочка горит. Значит, никакой ошибки у нас нет. Значит, все мы сделали правильно, все четко. Теперь я хочу создать свой индивидуальный какой-то кит. Я выбираю, кручу вот эту вот ручку главную. И выбираю, допустим, пустой пресет. User01. Чтобы мне назначить теперь звук на какой-нибудь пэд. Беру, ударяю в нужный пэд, которому мне нужно звук сделать. Я так и сделаю. Вот я его выбрал. В меню захожу, саунд и кручу ручку до тех пор, пока не найду свой сэмпл. Вот у меня сэмпл под названием NUX DP2000. И, пожалуйста. Можем совершенно спокойно также назначать каждый звук на любой пэд. Помимо этого, есть очень важная функция у этого сэмплера. Это дополнительное подключение пэдов. То есть мы можем подключить пэд. Вот, пожалуйста, есть триггер, надпись. Сюда мы можем закинуть пэд-тарелку, например. Чтобы, как привычно, нам не в пэд где-то бить, а чтобы тарелка у нас где-то была в стороне. Мы можем подключить хай-хэт контрол. Это у нас либо педалька квакушка электронная, либо можно хай-хэт на стойке поставить. Главное, при выборе хай-хэта желательно все-таки попробовать, как он будет работать вместе с сэмплером. Отдельно оригинальные хай-хэты и педали с пэдом NUX. Они прекрасно подходят к этому сэмплеру. Далее, у нас есть такой вход, как кик. Это у нас бочка. Мы можем подключить пэд с какой-то педалью, хоть с карданом, без разницы. В моем случае это вот такая педаль. Это у нас роланд. И причем этот роланд прекрасно тоже подходит. То есть я его подключил. Могу его вначале ударить, чтобы он сработал. Назначить на него звук. И, пожалуйста, вот у нас и бочка есть. И, соответственно, куда привычнее играть именно с бочкой, нежели бочку играть руками. Ну, хотя кому как. Барабанщикам проще играть ногой. Можем поиграть полноценно с супер привычными ощущениями. Далее, у нас есть еще функция здесь прикольная. Лэйр. То есть слои. Выбираем лэйр. Включаем. Нажимаем серединку. Он нам открывает слои. И что мы можем сделать? Допустим, у нас есть пэд. Определенный. Я хочу сделать так, чтобы на слабый удар у меня был райд. Просто тело райда. А на сильный удар чашечка райда. Купол. Я могу назначить эти звуки. Звук один. Звук два. И вот таким образом это работает. То есть слабенько бью. А теперь сильно. Ну вот такая вот история. То есть все можно под себя. Сделать какие-то индивидуальные звуки. Сильно запариваться я не стал. Этот девайс мы можем использовать в качестве дополнения к барабанной установке. Если мы играем концерт на барабанах, какой-нибудь рок-трек, хорошо, мы его сыграли. Следующий трек у нас какой-нибудь акустический. Мы можем звуками кахона здесь сыграть. Можем иными перкуссионными инструментами сыграть. Либо взять отдельно этот сэмплер. Взять педаль. Взять хай-хэт. Достаточно компактная история получается, чтобы сыграть, допустим, какой-то акустический концерт. Можно сыграть... Да какой угодно концерт. Сейчас много рэперов существует. Можно с ними сыграть, вытащить сэмплы оригинальные из композиции. Засунуть их сюда. И абсолютно как трек на площадках звучит, будет у нас сыгран теми же звуками. Без какого-либо колхоза на сэмплере. При этом будет чувствоваться и динамика, и элемент шоу своего рода. В общем-то, пользуйтесь. Приобретайте в проверенных магазинах обязательно. Так как нужна нормальная инструкция, нормальная прошивка. Не попадайтесь на подделки, либо на какие-то устаревшие версии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...